Всем привет, друзья! С вами я, Антон Власов и Юлий Рептилешко. Да, друзья, сегодня у нас рубрика «Самые крутые и самые такие необычные заговора». Все ж верят в рептилоидов, в масонах, в этих барабашек, которые говорят задом-наперед. Все видеоблогеры масоны, если бы не знали. Да, а кстати, я слышал одну историю, как стать масоном. Ты должен подойти к масону и спросить, может мне стать масоном? Если ты подошел к масону... И он такой, да, конечно. И он тебе скажет, можно. И любовь дурака можно, да? Любой дурак-то угадает. Ну, он же у тебя спросил, такая масонская хода. Ты не знаешь, как узнать, что это масон. У всех нужно спрашивать. Юлик, ты можно мне под наскобой? Можно мне масона? Нельзя. Эй, так нельзя, ты не масон. Я не масон. Да понятно. А можно мне стать масоном? Ну-ка, можно. Есть. Теперь, Юлик, ты тоже масон. А что делают масоны? Я так и не понял. Мы теории загору встроим всякие. Точно. Вот, поэтому, друзья, давайте сегодня сделаем обзор. Вернее, за нас его сделали наши друзья. Вот, а мы... А мы сделаем наш... Батя, наш корень. Братан. Йоу, как давно мы с тобой не виделись. А теория загора, он наш человек. Наши люди везде. Да, да, мы свои щупальцы гидровые везде рассудим. Мы как... Мы как осьминог. Да. Мы знаем, где кто сидит, где на каких... Мы дергаем, знаете, ниточки маленькие и... Бам-бам-бам. Все будет плясать под дудку на... Ну, мы кого-то про лапсовку, бам-бам-бетру. У кого-то гнойный нарыв на головке. Это же заговор, бассажер. Ну что, друзья, смотрим 10 самых интересных теорий заговора. Захватывающий, конечно. Солнечная система – неограниченный мыльный пузырь. И за ее пределами таится много интересного и неожиданного. Тимуна, да. Не ожидал, друзья. Это так необычно. Было бы страшно и прикольно, если бы звезды... Не звезды, а планеты реально были бы нанизаны на таких синих больших трупах. Да, на трубах. Да, да, да. Ты говоришь, на синих трубах. Я просто букву «Б» не выговорил. Ты проговорился, Юлик. Представляете? Можно было бы пойти по ним гулять. Ну, только если в скафандре. Или зацепиться каким-нибудь карабином и летать. Не знаю, похуй. Буду лететь. Но насколько... 365 дней. В мире было множество разных мистификаций. И любое слабо объяснимое событие неизменно обрастало домыслами. Рождая тем самым предположение, что власти скрывают правду. Существуют ли инопланетяне? Что такое темная материя? Я, честно говоря, не могу понять, во-первых... Что такое 13-я зарплата? Это заговор. Чему равен косинус? Что за хуйня? А почему ноль точка... Почему вот ноль это ноль? Вот скажи, вот три ноля это тоже ноль? Да. А три слова, это если написать их... Это три слова? Да. Нет. Напиши три слова. Это два слова. Прямо... Понимаете? Какая хуйня происходит у нас в стране... Да не в стране, а в мире, блядь. Три слова это два слова. Вот как бы и вся простая эта арифметика, блядь, понимаете? То есть не ясно вообще нихуя. То есть если ты рептилоиды даже... Знаешь, зачем они прилетели к нам? За золотом. За золотом? У них корабли на золоте летают. Да? Я не знал. А вот теперь знай. Вот, блядь, у тебя золотая спочка? Нету сейчас. Может, у тебя ее уже украли? Чтоб доехать. Ах ты. Рептилия, блядь. А ты видел эти видосы, да? Где там, типа, у Трампа языки всякие разные? Да, где глаза у них вот так делают. Угу. А у них начальник охраны рептилоид. Ответы на эти вопросы пока не найдены. Но многие люди полагают, что власти скрывают настоящую правду. А кто стоит за этим, мы никогда не узнаем. Отсюда начинается теория заговора. Перед вами 10 самых будоражащих воображений теорий заговора за все. Ну, сейчас посмотрим. Я еще одну теорию заговора сейчас вам расскажу. Может, она здесь и есть, но я все равно перед этим. Короче говоря, я читал, что закончилась Вторая мировая война и начали считать все, что осталось после Германии. То есть, всякие там заводы. Нихуя не осталось. Нихуя не осталось. Очень много всего осталось. Всякие... Карти... Где картины, суки? Ты не ты, я рассказываю тебе страшную историю. Ты меня опять... Ну, давай, давай, давай. Суцер превращаешь. Короче. Гитлер-то уплыл, оказывается. Не досчитались подводных лодок. Несколько штук. Почти флот целый. Пропали. Их не затопили. Их никто нигде не видел. Они просто под воду ушли и уплыли. Куда уплыли? В новую Швабию. Швабию? Да. Что такое Швабию? Короче, у них была база в Антарктиде. Смотри, как я убежал. Нет, ты... Аааа! Это у него вот тут, как-то, я не знаю. Ну, это Дитлером быть, наверное. Короче говоря, нацистская база в новой Швабии находится, Четвертого Рейха. И готовит нападение на нас. Вот пока мы здесь с коронавирусом боремся, пока мы тут выясняем отношения в Багдаде, в Израиле, в Палестине... А что такое Швабия? Ну, это называется место такое, где у них была... Звучит, как будто Шкода Октавия. Ну, вот, типа Шкода Швабия. Шкода Швабия. Ну, выносил. Короче, немцы там оборудовали базу. В Антарктиде. Я пять раз... Ты... Ты... Че ты, бля... У тебя че, шапка одета из-за этого? Я решил исправил. Восемь часов утра встал и че-то этого... Ты ты спать уже, потому что хочешь. Наверное, в голове информация не задерживается. Шесть часов вечера. Шесть часов вечера. Тебе, короче, неинтересно, да? Интересно? Нет, мне правда неинтересно. В Антарктиде. В новую Швабию съездить. Так, а... Этот... А туда нельзя доплыть никак, потому что туда подходят корабли к новой Швабии. Антарктиде. И оттуда вылетают тарелки и лучами хуярят напополам. Все корабли. И никто не может никак посмотреть, че там есть. А до этого еще какой-то чувак говорит, типа, ты че там в Антарктиде? Вот же ее карта. Они смотрят такие, ебать. Старая карта, еще там каких-то хуй знает, восьмисотых годов. Не обновлялась. Да ее просто сейчас даже, ну, такую карту не нарисовать даже по современным технологиям. Потому что у них-то там карта, блядь, типа, безо льда, как выглядит, понимаешь? Типа, а сейчас ты все льдом покрыта. И типа никто не понимает, как такую карту могли ее сделать. Так вот. А ты знал, что планета сверху и снизу у нее дырки? И если ты вот так вот пойдешь во внутреннюю часть, там динозавры будут. Да? А я другое слышал. Динозавры там. Что у нас в глазах вот это вот, это зрачки, это дырки. Это не, это правда. Сматривай. Нет, это правда дырки. Да? Да. А где ты гонишь? Я не гоню, просто они покрыты это сверху пленкой. Ты можешь близко посмотреть на глаз и увидишь, что это дырка. Куда она ведет? Куда? К столу. А как свет будет попадать тебе на внутреннюю часть, на сетчатку? Ну это всякая не дырка, блядь. У тебя дырка, где у тебя дырка? Ты понимаешь, что дырка. Понятно. Я видел страшную интернет-страницу. Вконтакте. Чувака, у него шиза было. Рисовал? И он постоянно видосы выкладывал, как он говорит, что он снимает пленку, которую ему спецслужбы на глаза наклеили. А он просто себе отрывал роговицу каждый раз. Ну типа какие-то слои тонкие, он роговицу открывал и говорит, вот. И у него висит? Ну типа, оно выглядит нормально, он просто какой-то тонкий слой снимал. Он вот ковырял, ковырял и снимал постоянно. И говорил, вот, вот, я снял типа, вот, за мной следят эти. А он у нас слепли? Нет. А он типа не такой слой снял, а тоненький слой какой-то. Сейчас это не больно. Он все снимал с него, но, видимо, больно. Но если вообще глаза не закрывать и долго их держать, может быть, на слизисте, конечно, образуется какая-нибудь корка, и типа ее можно снять. Мертвый космонавт. В 60-х годах 20 века Советский Союз и Соединенные Штаты устроили гонку с целью освоить космическое пространство как можно быстрее. Лидер, конечно же, будет претендовать на технологическое превосходство над другим. Первым начал Советский Союз. В 1957 году был запущен спутник, первый орбитальный спутник, созданный человеком. В 1961 году Союз нанес еще... Это ты сейчас отдал дань вашей, господа, советских. Первый спутник запустили, наш! Я эту культуру сделал просто... Да, блядь, да. Я еще один заговор вспомнил. Короче, вот когда запустили белку и стрелку, собак этих их посадили, окей, там все эти сделали данные, собрали, все. А потом посадили двух укровеццев. И они угнали космическую ракету и улетели на Луну. И там теперь украинцев базы. Ты изглазил? Нет, мне кто-то рассказывал. Вот их отправили, это был неуправляемый корабль. То есть они были там как, ну вот, грубо говоря... Да, они как-то угнали. Да, да, они там развязались, открыли всякие лючки. Это полная хуйня. Перекрутили. Взяли управление и улетел. Это форсаж 19. И теперь, и теперь, вот можно сказать Зеленскому, что у них есть освоенная база на Луне Украины. Угарно. Ну, кто знает, блядь. ...человеком в космосе стал Юрий Гагарин. Однако братья Юдика Коргили из... Почему Юрий Гагарин полетел в космос в День космонавтики? Как они подгадали. Да уж. Это шутка, друзья. День космонавтики в честь Юра и было. Да кому ты объясняешь? Неужели ты думаешь, что настолько все плохо? Братья создали просушивающую станцию в Италии, чтобы перехватывать данные, передаваемые между наземными... И нашли в космосе... Протем Марио, блядь? Глазовухи, типа, ебаный брат, спустите меня. А, кстати, я еще слышал, что сигнал SOS Титаника прорвал пространство и время. И теперь он в день, когда он утонул, всегда опять появляется в море. То есть можно услышать его и координаты будет передаваться, те же самые. И я думаю, что эти братья, блядь, Марио, могли тоже пространство и время сломать и голосовухи получать с телеграммами. Такие, что они говорят? Такие, бля, пиздец, вообще, крепота, ебаный. Да что ты, какое-то говно мне скидываешь? И такие, типа, что такое? Кто-то, кто-то передает, блядь? ...кораблями, причем как американских, так и советских миссий. За несколько недель до успешного полета Гагарина, братья утверждали, что обнаружили и зарегистрировали радиосигналы от космонавта, медленно умирающего на земной орбите. Советский Союз отрицал претензии братьев. Сторонники этой теории считают, что советское правительство намеренно скрыло факт погибшего космонавта, чтобы сохранить репутацию страны как говера в своении космического пространства. И страшно. И ты понимаешь, что тебя не заберут. Да, тебя сейчас забудут. Тебя вычеркнут из этой жизни, чтобы никто никогда тебя не узнал. Жесть. Но с другой стороны, ты умер самой необычной смертью вообще в мире. Задохнулся. Почему? Задохнулся. И задохнулся. И нет, и заморозился. И задохнулся, и потом задохнулся. Надо, чтобы не умереть быстро в космосе, как я понял по советам, нужно выдохнуть полностью и пропердеться. И тогда тебя не порвет. Так там наоборот не рвет. Мне нужно задержать дыхание, чтобы тебе... Нельзя, легкие тогда тебе взорвутся. У тебя и кровь вскипит. Нам нужно поговорить с космонавтом. Мы тему эту поднимаем, нам нужно... Остались же космонавты, да, российские, которые живут? Где они же? В Москве. Если они сейчас летают до сих пор. Ну, есть космонавты в отставке. Ну, вот надо с ними встретиться, расспросить, что будет, если в открытый космос выйти. Мы представимся корреспондентами Первого канала, и они 100%... 5 тысяч дать не... Че ты несешь? 5 тысяч дать не поговорят с тобой. А у них... Ты че в смысле, блядь? Это почетные люди. Они такие, инопланетяне есть? Кстати, а вот об этом я бы хотел спросить. Не та, которая песни перепевает, а космонавты. Да, да, да. Вот. Спросить вот, что такое, как так. Как вообще там? Да, видели их. Холодно? Холодно, если ты хуй, это как... Можно я с открытым... Ты че? Он такой... Мальчик, ты что, блядь? Там холодно в космосе. Очень холодно. Очень холодно. Правда остается покрытой тайной. Но записи доступны в интернете. Если вам интересно, и если поискать. Конечно. Так поищи. Включай. Сдвиг полюсов. Так, пошел. А че? А че не включил-то? Так сдвиг полюсов же, это правда. А сдвиг полюсов, да. Я смотрел даже, что они уже сдвинулись. Вообще перекувырнулись почти уже. Почти. Они там так уж... Они ускоряются постоянно. Они там что-то 30 лет вот столько прошли, а за 3 года вот столько. Че-то такое я видел. Но ты имеешь в виду на глобусе? У топлиса, да. Это дохуйня. Суть по глобусу, это много. Вот так будет, да. И че изменится? Ничего особо. GPS подпишись. Капокали все пойдет. Ой, и GPS так хуев работает. У меня двойная. Ну, к Xiaomi, по крайней мере. То есть как бы я ничего не потеряю. Я вот только сегодня ехал. Я еду, проезжаю поворот, и мне говорят, так, поверните направо. Поверните. Это все полюса? Да, блядь. Пиздец, у меня вот... Только это не заговор. Вот Грета Тунберг, эта дурочка, которая говорит то, что ей говорят дяди и платит ей деньги, чтобы свои интересы продвигать. Вот это заговор? Она как Настя Рыбка, блядь. Вот, и что ей скажут, то и делает. Но только... Грета Тунберг, молчаливее Насте Рыбки. Побольше молчит, но ей есть что рассказать. Че? Некоторые считают, что северные и южные полюса Земли не всегда были там, где находятся сейчас. Сторонники теории полагают, что однажды земная ось сдвинулась. Другие говорят, что Земля всегда вращается на полярной оси. Но земная кора движется таким образом, что ландшафт под каждым из полюсов меняется. Изменение климата, землетрясение, свершение... Более похоже на правду. Я готов поверить, что сдвиг коры, он действительно типа происходят, но полюса не меняются. Хочешь еще размениться, блядь. Ну так... Потому что ядро жидкое. Нет, ты не понял, о чем я говорю. То есть как бы сама Земля, она не меняет, то есть как бы на градусное еще положение. А она-то не меняет, но полюса-то у нее двигаются. Нет, они остаются на месте, сдвигаются корабля. Он говорит про эти электронные полюса, плюсы-минусы. Ну да. А не про верхние полюса. Они-то не двигаются, а эти-то двигаются постоянно. Ну вот я тебе про это и говорю. Магнитные-то по факту. Магнитные, да, они движутся постоянно. Наоборот, нет. Они движутся. Куда? Куда, вот так вот. А зачем? Ядро-то жидкое, оно же не... Ну хорошо, ладно, и чей-то заговор? Это не так. Ядра Земли, блядь, вот такой... Сейчас я этих людишек перерзну и псукам с ног на голову, блядь. Будут знать, как свои эти смартфоны ебучие использовать. Нет, он просто решил хронометраж растянуть. Он такой, что ты меня на... На 9.56 получилось, надо растянуть, добавлю про ядро. Минут, минут, еще на 16.20. После ядра 16 получилось. ...полюсов. Некоторые утверждают, что в скором времени Землю ждет очередной трагический сдвиг полюсов, в результате которого целые континенты окажутся под водой, а другие поднимутся из морской пучины. Гипотеза о сдвиге полюсов входит в список всемирных теорий заговора, которые, по мнению многих, скрываются правительством и знающими людьми от пунктов. Барак Абам такой, знаю. Вы знаете про заговор? Знаю. Ой, конечно. Делается это для того, чтобы не вызывать панику у населения. Скептики лишь пожимают плечами, утверждая, что нет никакого научного обоснования для сдвига полюсов. Истинный... Он понимает, о чем он говорит? Не знаю, но ты видел этого ученого? Смотри, у него три сережки. Я обратил на это. А ты можешь сказать, что я ему доверяю свою жизнь? То есть, понимаешь, если этот человек заранее не узнает о том, что скоро сдвиг произойдет, мы все будем потоплены, я не успею из дома выбежать и уехать. А это какие-то ученые, они, смотри, они Wi-Fi записывают. А, слушай, да. Пароль запомнить не могут. Какой-то там АК-47. Это у них торрент открытый. Он говорит, видишь, у тебя, блядь, порт закрыт, ты ничего скачать не можешь. Он такой, какого хуя вы нагрузили компьютер так сильно, он не может киноху загрузить. Ну, они там эти, вычисления, модели, блядь, сдвига коры. Биткие. А вы знаете, что такое биткие? Майнер. Какого научного обоснования для сдвига полюсов. Истинные полюса Земли не совпадают с магнитными полюсами, которые, в свою очередь, однозначно сдвигаются. Конечно. Северный магнитный полюс медленно движется с северо-запада в сторону Канады. Это означает, что если вы в течение 10 лет будете ездить на северный полюс по компасу, каждый раз вы будете приходить к другому месту. Ужас, блядь, конечно. Я у вас сколько, Юлик, ездил? На северный полюс. Да, да, да. Я каждый раз приходил вот к одному и тому же месту, у меня там флажок стоит. Я прямо вот шел, приходил прямо к нему. Вот он, вот кто-то. А сейчас буду приходить к другое место каждый раз. Все, правее, 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 пиздец. Я не могу прийти туда, куда я ходил уже. Вот так, да, блядь. Придется флажки ставить каждый раз. Да, да, да. Я по ним буду доходить до первого. И там будет, знаешь, 15 сантиметров, а вообще, блядь, не туда пришел. 2012 и конец света. Для какого года видео это интересно. Во всем виноваты майя. Они создали длинный календарь, который носил духовное значение для целой культуры. А, это же не календарь. Это, блядь, каракули. Это календарь был поделен на несколько циклов. Это хуйня. Это каракули. Не нужно быть уйденым. Я просто, да. Что это ебаные каракули. Знаешь, вот... Вы ебанулись там в Америке. Какие нахуй календари. Вот когда ты, например, читаешь какую-нибудь литературу... Ты что? Да я ищу какую-нибудь фуню, чтобы показать и сказать, что это календарь. Всякие вот эти вот литературу, когда в школе проходишь, тебе говорят, что в произведении автора абсолютно все это метафора. То есть, вот что бы ты ни взялся, блядь. Хуй знает. Хвилищевский ел клюкву и не поморщился. Хотел не морщиться, блядь. Клюкву это, не знаю, там, блядь. Какая-нибудь его отставка, блядь. И он принял ее как должное, еще что-то такое. Ну, к примеру. Я это веду к тому, что просто вот это нихуя. Не надо искать смысл там, где его нету. Почему вот все не думают о наскальных рисунках древних людей, о том, что это тоже порочество. Скоро будем убивать мамонтов, блядь. Скоро будет у нас апокалипсис настолько, что будет ебать с таким гуром. Мамонты саблезубые, блядь. И все остальное. Знаешь, как бы тоже, а что взяли, что это календарь вообще? Кто сказал? Майя? Он на стене виселый, типа. И там они защеркивали. А эти майя думали, что там просто, блядь, до Нового года, до Нового года еще дней, блядь. Че, ничего, ничего они не имели в виду. Просто сделали, типа, ну, че. В среднем цивилизация живет около пяти тысяч лет. То есть потом она себя самоуничтожает каким-нибудь оружием, или не хватает ресурсов, или еще что-то. И вот майя просто таки подумали, ну че, мы проживем, что ли, больше, чем в 2012-м? Да быть не может. Может, сделай так. Оставь тут, блядь. Так, может, еще продолжить? Я могу. Да не надо. Куда ты? Да хватит уже, давай. Ты дурак по кругу стал писать. Нужно было в линию. Балбес, блядь. А теперь он бесконечным станет. Давай, пиши конец, где. Тут будет пускай. И все, и закончили. ...декабре 2012 года. Некоторые люди считали, что майя знали, что после 2012 года привычному нам миру придет конец. Есть масса теорий о том, как это могло быть. Некоторые считали, что в 2012 году произойдет сдвиг полюсов. Другие, что после 2012 года землю ждет новую... Блядь. Ты что с тобой такое? Заговор как? Заговор в том, что кто-то, блядь, ночью приходит ко мне и подкладывает мне вместо моих трусов такие же, но меньше чуть-чуть. Чуть-чуть поменьше? Каждый день чуть-чуть поменьше. Слушай, ну я тебе так скажу. Кинь я одежду тоже. Может это как-то... Ебаный заговор. Как-то говорю, херувимчики задом наперед говорят такие... Трусишки повыше. Тебе дают прям такие вот... Ну, примерно то же самое. Но меньше. Тебе неудобно? Ервишь сидишь? Не можешь долго сидеть. Представляешь? А это... Ча-пиццы поели и точно заменили на мне трусы. Эпоха страшных разрушений. Ба! За которыми последует... Я хочу посмотреть. Чезы игра. Сделай ссылку нам на все эти прикольные свои, да. Вставочек в этом дому хочу посмотреть. Да, чувак, как тебя? Бафует... Бафует... Ореш на обзрывов-то. Я что-то сам взрослый, чтобы с тэдхом... С тэдхом, ребята, крепкую орешку смотрел. Чихо, это хуйня, ебаный. Честь, типа, взрывов больше надо. Это не надо, смотри, а что это за лентяевый, блядь? Че все прыгают, бегают. Ну, обзоры нормально, блядь, макалбэй. В 2012 году тайное правительство добьется своих целей и обретет мировое господство. Что произошло на самом деле? Фу-даш, живи! Сегодня 2013 год. Так. Все хорошо. А-а-а. А ты в курсе, чувак, здорово? А ты что, Эбола, блядь? У нас сейчас пизда идет. Блядь, из 2013 года, привет. У нас бомбежка, ебаная, нахуй. И этот... Сток всего произошел. Ближний восток хуячит слева направо. То есть китайцы не знают, куда им переехать, чтобы избавиться от этого коронавируса. Че происходит? Двадцатый год, конечно, крысиный, блядь. Короче. Крысы ебаные, блядь. Нам подстава. А я еще сидел дома, говорил, что... Да ладно, что там, это все, не верю я во все эти дела. То есть, что там, типа, вот, крыс, свинья и все остальное. Такие некрасивые животные, да, грубо говоря. А крыса, прям крыса, блядь. Прям стальная крыса. Сука, крыса жирная подставила. Всех, блядь, с китайцев начала, блядь. Это сейчас до нас дойдет. Я еще потом буду делать. Вот вам еще один заговор. Это правда. Американцы боятся, вот видите, человек подтверждает. Американцы боятся, что китайцы очень сильные. У них во всех компаниях, там, по 49,90, а по 50 процентов и 99 тысячных, там, выкуплены в каждой компании. Они их боятся, стелятся и вот травят их. Да, очень мощная экономика. И при том, при всем, слишком много людей они подумали и занесли это говно туда, блядь. И теперь, да, представляешь, если упадет, рухнет экономика Китая, на 11 процентов минимума обрушится экономика всемирная. А 11 процентов всемирной экономики, это все равно, что, я не знаю, 10 твоих друзей расстрелять. Много? Да хуя! Поэтому, блядь, это хуя. Ой, блядь, я такой не знаю, что такое. Игра такая была. Magic the Gathering? Нет, да, Majestic была такая игра. Она была, типа, полуэкономическая, ты не имел возможности влиять на своих, типа, этих самых... Да, а где ты в нее играл? Из какого-нибудь белого дома в центре Москвы, да? Ты что? Игра у вас такие или в США? На компьютере, думаю. На компьютере. Я не хочу разговаривать больше. Секретные правительства являются основным ядром теории заговора. По словам уфолога Уильяма Мура, Majestic 12 было кодовым названием тайного отдела правительства США. Да, смотри, Жан-Люк Пикар, номер 12. Пилот USS Enterprise. Звездный путь, смотри. Шестой, это Говард Лавкрафт вообще. Так, да, постоль, кого мы еще знаем. Блядь. Опа. Заговор. Что это было? Телефоны падают с неба. Тайного отдела правительства США. Во главе с президентом... Что они там? Что, блядь? Что? О чем это? А че? Сколько им лет? 400-200. Просто группа чуваков уплыла в Америку. Угу. Перебила всех. Вот такая... И они типа... Ой, ребята, вот вам эти, как надо... Покрывала классные. Спасибо. Они накрылись. Ебать. Холера или что-то. А-а-а-а. Они, блядь, обшиканы. Они такие, блядь, часотка. Пробшиканы какой-то херней. Всех перебили, всех перерезали. Обосновались там. Такие, все, мы больше не колония. Идите нахуй. А вы Majestic 12? А потом еще взяли и какую-то дичь начали творить. У вас нефть, так у вас и террористы. Мы к вам, ваши, своих солдат отправим. И у вас... Че? И к вам отправим своих ребят. Ты про... Ты про всю Америку в целом? Про всю Америку? Про США. Не про Америку. Че это они какие-то жесткие? Просто чуваки за короткий промежуток времени. Не, ну то, что они, конечно... Полную дичь устроили. Выкупили за бусы, блядь. Это, знаешь, кто? Это, блядь, бандиты. Это потомки бандитов. Нихуя ты. Так, а че? Их ссылали туда. Заявляешь. И тебе говорили. Ну, там в Англии, например. Либо в тюрьму. Ну, пожизненно. Либо поедешь на континент. Либо поедешь на континент. И вот кто там получился из жуликов и воров? Я как киселез. А щас самая сильная страна, блядь. Да, потому что жулики и воры, они хитрые. Они вот, видишь, что там? Нефть. Ой, у вас террористы. Одних, вторых, третьих. Да, все себе захапали. Мы ваши... А может, реально они с рептилоеминдами заодно, блядь? Никто бы им не мог. Да, чувак. Они охуевшие просто. Да кто такие убийцы, грабители, насильники? Это глупые люди. Сидят у себя там на этом острове и такие, ебать. А давайте секретную хуйню сделаем и всем миром управлять будем. И вот, и вот все терпим их. Надо. Ладно. Растворился. Ты вообще... Я зря тебя взял. Сейчас разболтаешься. Все, что буду делать. Ты че, ты пять минут только здесь, а ты уже как бы начал это самое... Я еще не познакомился со своими хозяевами. А там рептилии такие сидят. Просто игуаны. Ты такой, такой, блядь. Антон, это ящерец. Ты такой, нет, это человек, это рептилия. Да, да. Она мне шепчет. Это рептилии. Я такой, Антон, это игуан. Это ебаный игуан. Цель от дела. Борьба с инопланетными существами. Нихуя не фотошоп, настоящие кадры. Это звучит прям как, знаешь, 12 хитрых лбов собрались и говорят, так хочется денег. Из бюджета. Вы просто вытряхнуть, сука, со всех. Ужасно хочется. С этого отребья. Но повода нет никакого. Давайте мы все назовемся Majestic 12. Почему? Потому что раз 12 мы Majestic. И очень денег хотим. И будем говорить, что инопланетяне напасть хотят. Да, и кто-нибудь, они будут сидеть с двумя антеннами вот так. И придумывать, как нам облапошить дураков. И что? А теперь нужно нам, типа, отправлять войска на Дальний Восток, на Ближний Восток, на Европу, везде. Все выкачивать в чужую нефть. Это же просто свиньи. Это, знаешь, это просто вот... США это один большой вот забияк. Забияк. Который на всех нарывается. Ему покуда не может никто пизды дать. Пока там один какой-нибудь чувак, которого больше всех гнобят. Знаешь, не выйдет из-под контроля. Возьмет какой-нибудь обрезок трубы, блядь. И въебет по затылку так, что глаза вылетят. Вот это вот будет, конечно, самое жесткое, блядь. Потом будут, конечно, все разбираться. Но таких людей лучше вообще не дразнить. Таких вот спокойных. Все, они все неравнешные могут быть. Взорвутся и пиздят. Сядь отпиздят. И даже не заметят, как убьют. Что документы, которые Мур приводит в доказательство, являются подделками. И нет никакого тайного отдела. А вот иллюминаты. Еще одна секретная организация, имеющая доступ к тайным вселенной. Есть десятки теорий об иллюминатах и их деятельности. Некоторые из которых говорят, что это организация, которая главенствует над всеми тайными организациями. Отдельная теория. Я видел... Тайная организация, которая главенствует всеми тайными организациями. Я видел, тут недавно ехала какая-то приора низкая. Там было написано, типа, управление по управлению всеми управлениями. Что-то такое на номерах прямо. Ну, да это рамка, блядь. Обычно она, как бы, знаешь, если хочешь что-то спрятать, спрячет она на самом видном месте. И на приори какой-то человек, который управляет всеми управлениями. Сидец. Еще и такое. А чем тебе вообще нужно? Что они делают вообще? Они вообще видят, что сейчас происходит в мире? Зачем они это все устроили? Они все это делают. На них ответственность лежит. На них. Так что нужно их как-то найти. Свежие здесь со мной иллюминанты все. Иллюминанты? Иллюминанты, масоны, рептилоиды. Мне все равно. У меня есть разговор. Клаксоны. Клаксоны. Все связаны. Клаксоны пишут. Все созванивайте. Сделают рекламу вам. А, так, кстати. Если хотите, чтобы больше людей по комплексу ехать. Мои хорошие друзья, масоны. Они, правда, вывозят золото тоннами с нашей земли. На них корабля надо летать. Это просто пару слитков пусть роняют в месяц раз. И все. Что иллюминаты являются общими потомками людей и внеземной цивилизации рептилий. Согласно этим свидетельству, гибридные потомки сейчас находятся у верхушек власти во всех странах мира. Так, подождите. Мы давайте вернемся на один кадр назад. Эдерные потомки сейчас находятся у верхушек власти во всех странах мира. Доказательства. Вот, друзья. А вы не верили мне. Это фотография. Эта фотография сделана у нас в Госдуме. Все рептилии. В США. Ну, я и в США тоже. Вот посмотрите, друзья. Это просто рептилии. Посмотрите, вот там сзади я вижу есть этот... Хамелеон. Хамелеон, да, еще игуан. Он там самый крайне правый какой-то, наверное, министр. Такое много денег самое, представляете? И вот мы потом удивляемся, почему мы живем плохо. Как вы думаете, много ли для жизни нужны игуани? Вообще. Что она может? Водичку. Да, камешек какой-нибудь, песочек этот. А она так вот лежит, сначала одну лавку подняла, вторую жарко, столовую другую. Она вот так вот сегодня может встать, перекидываться с ножки на ножку. Она вообще и понять с ней имеет, что такое сходить в магазин, что-то сделать. Это у нас раз такая, людей, вы понимаете? Нам нужно все. Требуется. Да. А почему нами управляет какая-то ящерица, блядь, ебаная? Как так вышло вообще? А почему они вообще умеют летать на кораблях? Как вообще они смогли развиться до такой, блядь, крайней степени? Ну вот как? Пишите. Пишите, друзья, как вот рептилоиды. Не, рептилоиды пишите, как у вас вообще там. Да, ну-ка расскажите нам. А еще я слышал такой курицы. Ну кто-то же. Ну вот хотя бы один, наверное, сидит такой из рептилоидов. Наверняка, наверняка. Ой, смешные ролики. Ой, про нас, давай посмотрим. Посмеемся. Ебать, угар. Ну так напишите. У вас наверняка там есть возможность написать нам, чтобы у нас не в директе искать это сообщение, чтобы прям на весь экран так. Привет, я рептилоид. Да-да-да. Все, отключилось, андроид, телефон. Просто и ты ничего, и ты просто говоришь. Алло. Сам не знаешь почему. Берешь трубу, говоришь, алло, тебе объясняют почему. Ты говоришь, алло. Это я все понял. Как дела? Я понял. А потом оказывается, что у тебя шезе. Нет. С телефон выключено он говорит. А я еще слышал, что дельфины, ну почти такие же умные, как люди. То есть, если бы у них были руки, как сказал один ученый, Игорь, скорее всего, они построили бы цивилизацию хуже нашей. Вот и все. Они умеют общаться, они каждого свистят по имени, короче. То есть, как бы там... Может стоить генетически создать дельфинов с руками? Ну, можно. И построить общество дельфинов изолированное такое, чтобы... Чтобы посмотреть, как это выглядит. Чтобы появились дельфины и ученые, тоже как бы вносили вклад в общий этот. Айфон изобретали подводные. Чтобы можно было с анарами как-нибудь общаться. Вот это было бы круто. А так, что мы? Мы топчемся на месте. Вот сейчас у нас почти человечество максимума достигло в плане развития. Я думаю, что еще... Искусственный интеллект еще. Ну, это ладно. Я имею в виду даже взять тоже телефон мобильный. О, боже, некуда расти выше. Ну, некуда. Нужны очки. Что еще сделать? Очки. Ну, это тоже вот еще один шаг максимальный. То есть, все. Вот лучше, чем современный телефон, вряд ли можно сделать. Я вот не вижу смысла. Да он будет, может быть, прозрачный экран, гнущийся экран. Но уже все. Вот эта вот устоявшаяся система. Вот телефон будет вот такой прямоугольник. Скорее всего, он так останется на всю жизнь. Я, может, говорю, как Билл Гейтс, который говорил, что там, да, похуй, килобайта хватит. На порнуху все. Но, с другой стороны, как бы, а как еще? Непонятно. Компьютеры супермощные стали. Уже квантовые компьютеры появились. Куда дальше-то? Все. Бомбы сбрасывайте. Обнулимся нахуй. Давайте по новости начнем. У иллюминатов достаточно обширны. От простого мирового господства до подготовки Земли к колонизации других планет. Скептики отмечают, что нет доказательств поддержку существования иллюминатов. Но сторонники теории заговора говорят. Все сидят в камеру, смотрят. Там, например, такие суперцыграции. Ты что, блядь, делаешь? Фотографироваешь, да? Ты что, ебаный? Я потом сделаю, чтобы как будто гифка. А, я такие, не надо, блядь. Я тебя убью. Убейте его, выкиньте. Лишь подтверждает существование группы. Иллюминаты, дескать, настолько эффективно работают, что стирают почти все свои риски. Но вам же нужны шуты, иллюминаты. Да, да, да. Вам же... Тут дураки, блядь. Возьмите нас. Нужно веселиться. Вы устаете насиловать детей на своих островах и есть их плоть. Чем-то вам как-то нужно. Да, да, да. Мы будем вам шутить целыми днями. Говорите, как по жизни там вообще у народа. А мы, да, мы, во-первых, от народа люди. Мы знаем, как... Трудовые резервы. Вот, вот, все есть. Поэтому, понимаете, без нас управлять этим миром станет еще тяжелее. Юлик и Антон хотят вступить в ряды. Вот, да. Высоковластные, высокоскрытые. Элиты. Элиты, да. Не пою сто слов. Я даже в Сызи делаю. Ну, английский мы не знаем. Ну, так. Сол-сол. Я... Нам нужен переводчик. Ну, я могу по Google переводчику говорить. Розвелл и зона 51. Ооо, вот это вообще опрос. Обсуждение теории заговора не обходит стороной и инцидент в Розвелле. В июле 1947 года владелец Ранчо Мак Бразель обнаружил несколько странных объектов к северо-западу от Розвелла. А что он там делает? Бразель не смог идентифицировать этот мусор. Он? А видел видос кузнечики размером с диван? Они бы не смогли существовать. Еще как смогли бы. Они дышать не могут. Ну, больше кислорода было там буквально. А, ну, раньше-то да, наверное. Так не, но они, как бы, этих кузнечиков подстрелили в современном мире. Пиздеж. Нет. Размер насекомых зависит же от содержания кислорода в атмосфере. Только если ты не веришь в теорию заговора. Во. Вот такого. Так это фотошоп, наверное. Это? Да. Тут, блядь, как ты так определил. Экспертизу провел так глазами. А что тут такое? Человек, вот смотри какой. Ну, да. Но, тем не менее. Ты на кролика приклеили. А военная база поблизости опубликовала противоречивую информацию касательно характера находки. Несколько газетенок подхватили сплетни. Газетенок? О розовельском инциденте. Основной версии. А что ты ухмыляешься? Ты не веришь опять? Ты вообще не веришь, что ты не веришь? Ты думаешь, что все это не существует? Не, ну я тоже понимаю, что там все нет. Но хочется же во что-то верить такое интересное. Ну, слушай, ну с другой стороны, что ты думаешь, вот, допустим, та же самая база 51, туда вот, если проникнуть, там ничего такого нету, думаешь? Я думаю, все прозаичнее. Там просто вот, просто база и база. И единственное... Самолет испытывает налоги. Единственное, во что я могу поверить, в том, что технологии некоторые не позволяют им развиваться, не выпускают на рынок, потому что они экономически невыгодны. На это да. То есть кто-то там сделает более удобный и экономичный способ чего-то, и это порушит там чью-то многомиллиардную империю, конечно, он выкупит патент и запрячит его подальше. В это я могу поверить. Что-то мне кажется, на самом деле, что вот здесь, по крайней мере, уже разработано наверняка, ну пускай не лекарство от рака, но уже наверняка какое-нибудь, типа, эффективное средство для его терапии, поддержания жизни человека. Иначе бы это тоже было невыгодно, я уверен, знаешь, ну типа, все, вот вам лекарство от рака, никто не болеет. Ну, типа, блядь. С другой стороны, у нас в России вообще людей не хватает. У нас сейчас такая демографическая яма, что, блядь, одного ребенка рождаешь, это вообще минус нация. Двух рождаешь. Это ноль. Это ноль. Вот из троих еще не факт того, что все из них там... Поэтому девчонки рожаем пятерых. Да, как минимум пятерых надо нам, чтобы в наши трудовые резервы вступило потом больше, очень много людей. Лет через 20-30 мы уже будем немолодые, нам уже будет под 40-50. Открываю видеоблогерский банк спермы. Все видеоблогеры сдают, вы можете выбрать себе видеоблогеры. Да, пишите, от кого ходите, забеременеть его. Многие, конечно, не согласятся, но нужно будет их найти и отдрочить, пока они спят. Ты что, в банку? Наступит время, когда мужиков стоит совсем мало в России. Просто будешь идти по улице, у тебя будет женщина говорить, надрочить в банку, пожалуйста. Я хочу от вас просто детей. Ебать меня не надо. Мне это не нужно, я самая независимость. А, просто дрочишь ей там, вот, пожалуйста. Все, она забирает, уходит. Никакая, больше ее не видишь. А, у тебя детей куча уже. Хе-хе-хе, 15. Да, сколько угодно. В происшествии было падение космического корабля. Ну и, конечно, с последующим шифрованием со стороны правительства США. Военные, к тому же, конфисковали космический мусор. Согласно свидетельствам, органы транспортировали обломки на базу военно-воздушных сил в Розвилле. Другие говорят, что их отвезли в зону 51, секретную военную базу в Неваде, где правительство изучало экспериментально упавшую тарелку. В прессу попадали истории от чиновников о вскрытии тел инопонентов. Хе-бать, распилили чувака. Представляешь, вот обида такая, вот, допустим, вот... Ты просто рахит. Ну, ну, подожди. Ты много сидишь за компом. Выходишь на улицу. Еще у тебя блысение. Выходишь на улицу, ты... Инопланетянин. И ты такой, блин. И распилим его. И ты такой, я домой хочу. Я живу по такому-то адресу, и тебе говорят, нет. Какой-то ты не такой. Я такой, понятно, посмотрите мою карту. Я болен. Или просто, вот, представь себе ситуацию, что ты, вот, допустим, Юрик, высшая, там, ну, как бы умнее тех, кому ты летишь на планету. Ну, например, там, какие-нибудь, ну, совсем примитивные. Ну, типа того, да, мартышки, у которых есть, ну, как это, минимальный набор знаний для того, чтобы создать, там, дома. Какая-то медицина простая. Ну, то есть, что такое? И ты, блин, на самом самолете как въебался. Не справился с управлением. И такие. Порезали. И такой, что вы делаете? Зачем? Зачем вы меня пропилиете? Блин, дезинфицируете. И они просто тебя ваткой так. И начинают тебя вот отсюда до туда раскрывать. Смотрят. Типа, это хуй, чё я? Чё вам это даст? А они просто часы там смотрят на них. Вот, мы достали сердце, лёгкие, всё. Просто чувака разобрали на запчасти. А зачем? Они такие, такие, потом выходят, такие, курят, такие. Блядь, ну, у него то же самое, что и у нас. Так, да. Это то же самое и мы есть. Просто они поумнее. То, что они глаза такие вот, это не означает, что их нужно распиливать на куски. Нет? Я не прав разве? Чё у него за неуважение? К нам прилетел человек. В гости. Миролюбивый, поглядите на него. Что сделали? На куски разбил. Да вот, есть же вроде фильм про то, что... Такая-то постановка, да, я знаю. Но, тем не менее, если бы даже такое случилось по-настоящему... Что же, блядь, это? Неуважение? Олег Монгол. Мне кажется, это объяснение и является правдой. Просто обычный этот... Ну, испытывали что-то, да, он упал. То есть у нас сегодня рациональности мы ищем, да? Только мы всегда рациональности с тобой ищем. Не, я не ищу. Я прямо вообще теории заговора, рептилоиды, масоны. Всё это есть, как жить, я вообще хуй знает. Но, по-честному, наверное, да, так оно и было. А кто же тогда, типа, это всё раздувал? Зачем вы эти снимали фильмы? Просто это было на пике популярности и всё. Да. Типа, зачем сняли тогда вот, как... Да, вот мы сейчас зачем снимаем? Чтобы людей повеселить? Ну вот. Чего весело вам было? Да, скорее всего, просто всё это делали, потому что это хорошо продавалось. Ну понятно. Снимаешь фильм про инопланетян, его смотрят, ты снимаешь ещё один. Планета Икс. Планета Икс. Это, скорее всего, та планета, которая находится за Солнцем. Да, которая напротив. Да, да, так крутится, прямо вот синхронно с нашей. Либо ещё... А почему Вояджер её не увидел? Непонятно. Ну, либо она находится за ближайшей чёрной дырой к нам. Типа её не видно, не обогнуть. А почему Вояджер не увидел? Хуй знает. Так чёрную... В другую сторону смотрел. Ах, ну, блядь... Ах, блин, это охуенное объяснение. Мы ж не знаем, в какую сторону виледи, правильно, блядь? Типа, чё это звучает там? А мы вообще вытукнули. просто забылить и просто уже дохуя куда улетел чё там делаем просто приходишь снимок чернота лет мы тебя просто запульнули или ты летишь постоянно скорость даже уебался существует ли в нашей солнечной системе гигантская безымянная плане конечно не беру да да давайте рассмотрим скал на тали теории заговора о неизвестной планете там все рептилоиды живут в нашей солнечной системе есть десятая планета если конечно вы причисляете плутон к планетам противном случае 9 планета весьма необычно не идет по пути который вскоре сблизит ее с землей сторонники теории ссылаются на растущее количество землетрясений и изменение погоды когда придет на свидетельство приближение этой мистической планеты они также утверждают что правительство вынуждает обсерватории прекращать наблюдение за ней дабы не вызывать панику у населения астрономы говорят что нет никаких свидетельств присутствия планеты икс он такие смешные вещи играет вот что он ему сказал астрономы говорят типа ты чё ебнутый нет никакой планеты икс нет все хватит говорить заканчивайте изучение только вы на нее нет правильно значит не смотрите все закрываем вашу обсерваторию правильно и не надо меня смотреть больше не следите за планеты не беру который нет значит и смотреть за ней не надо видишь как удобно нет и не надо нам нужны свежие заговоры эти какие-то устаревшие они нет они еще актуальны они будут актуальны еще очень много лет пока вот не поймают одного рептилоида одного блять инопланетянина не схватит пока не беру не найдут это все будет оставаться заговором а ты знал что в любом коллективе из двух человек один человек не беру рептилоид низ не беру так что если вы еще это если вы не рептилоид значит ваш друг рептилоид ну и это человек выходит нас один мы бы увидели ее и без телескопа шпионский спутник usa 193 вот это точно правда мне кажется 14 декабря 2006 года ванденбергская военно-воздушная и он только на нефть реагирует да 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 он прям пищит когда он дорожил нефть когда вы ранее срочно мне кажется когда просто новую бочку выкатывают из этого и складывается в белом доме в овальном кабинете он просто блять у нас так мало нефти вообще а что так вообще что ли лет их дохуя тоже еще больше надо они все следят за нашей нефтью блять база запустила ракету несущую спутник под названием usa 193 он был частью программы разведки nro на орбите у спутника возникли проблемы и в конце 2007 года ввс сша обнаружили что скоро он упадет на землю январе 2008 года правительство сша объявила что намеревается сбить спутник ракеты зачем сбивать спутник штаты говорили чтоб топливном да не смотрите он там иначе он к вам упадет лучше его как-то утилизировать лучше и лучше мы его разъебем в щепы а у нас есть лишняя ракета лишний спутник на микро мы его ядерный взорвем как бы слишком давайте все по нему пальмем давайте все просто такая как это самое в мировой озорница кто первый взорвет его давайте попробуем почему блять кому не нравится мы можем его захватить если не не надо было быстрее уловить все вот там наверняка очень интересное на фотографии отвертки там с плюс на минус перекручиваешь он за сша следит обратно что это а там прикинь берешь это достаешь из него этот диафильм такой большой в набору надеваешь флешка до флешку достать включая и там старая порно томми томми ли помыл андерсон и такие чем картинки да 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 прям в высоком разрешении прям в обычном 400 на 200 сидишь листаешь да посмотрел и другу дал все на диски нарезали и потом появился вот и отсюда это видео взялось какое помыл андерсон и томми ли спутника полно гидрозина который ядовит если топливный бак переживет возвращение на землю он может приземлиться на населенный пункт очень ядовитый спутник кому вы париться пиздец ядовитый не надо а для чего он вспомнился напомните он да не важно уж не помню не у вас спутник у телевизора да очень ядовитый HBO показал да нетфликса мы его запустили а теперь вот решили сбить ничего страшного не то я расстроюсь мы другой запустим такой же запустите тоже ядовитый такие отверстики знаешь он может упасть он может упасть некоторым этого объяснения показалось мало некоторые считают что сша побоялись ронять спутник на территорию другой страны а другие что сша хотели показать что могут сбить спутник ракеты в 2007 году китай уничтожил другой спутник метеорологического характера назвав это испытание но это испытание поставила под удар другие спутники лежащие вокруг земли а че я не понял это типа сложное дело спутник сбить ну видимо это чем он очень быстро летит дам он очень быстро и очень высоко и он маленький но это хорошее учение на самом деле если вдруг нам какой-нибудь комет комета полетит ее шанс как сбить да куда она полетит то прямо на землю там газовый гигант все своей этой большой силой притяжения притягивает к себе все астероиды и кометы и прочее поэтому в нас ничто не врежется слава богу блять а не беру не беру планету чё так не существует спутник спутник юсей 193 был сбит на низкой орбите что никак не угрожало другим спутникам мог ли ответ сша быть направлен на китай вполне по мнению некоторых общество плоской земли общество плоской земли оооо для шараёба прям прям подготовлен на сладкое уже под конец в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году Сэмуэль Шелтон основал общество которое придерживалось теории плоской земли он серьезно прямо в основу теории векли его собственные наблюдения он утверждал что научные свидетельства догматического земного шарика вот даже на этой картинке вот бесконечно выливается вода в никуда как но у них наверное не выливаются в смысле вот же смотри прям вот я вижу раз два три четыре пять водопадов вот они прям нет нет ни вода по вашему что откуда что там опять берется там парниковый эффект это как бы дожди тут с экрана так не было дождей же дожди ты не из крана опять еще когда позднее люди показали ему снимки земли сделанные с орбиты мне больше нравится теория пола земли что мы живем в бесконечном вот этом кстати каком-то массиве гранитном или земельном и мы просто это полые шарики вот это прикольно а внутри что другой мир внутри чего ну и нашей земли ну типа наша земля полая мы ходим по внутренней части ай блять ты про это посередине солнце и луна а как же они друг друга сменяют да они маленькие типа вот так вот короче там какой-то эффект поэтому это и хуйня звучит дебил а как это блять а насколько большой должна быть территория это чтобы блять люди улетали аж до луну да чё блять ну там эффект какой-то создается какой да я знаю я больше поверю что типа вот как раз таки под нашей землей есть еще одно солнце и там живут динозавры или какие-то другие люди другая цивилизация вот у нас есть подземная вот это может быть а вот то что ты говоришь весомо полная хуйня весомо что фотографии фальшивы вместе с членами сообщества может у и дракона сидят сторонников теории плоской земли и того что якобы власти скрывают пока не люди зачем зачем кому это блять нужно идиоты но все делается ради денег все что вот чуть выше чем там общественной организации все ради денег и скрывать от кого-то что земля шар это бэбизм как будто то что она плоская не позволит вытаскивать из бюджета миллиарды для освоения космоса его же не не существует да но продолжаем доставать деньги из бюджета какая разница мне кажется плоская круглая да хоть блять квадратная какая разница большая потому что если у тебя она плоская то у тебя логистика сразу становится дешевле ты можешь как-нибудь ну можешь просто прямую точку поставить как-нибудь не знаю не ориентируясь там на всякие там окружности еще какую-нибудь хуйню просто все плоская земля можно запускать по баллистической траектории какой-нибудь вообще людей с выспушки выстреливать чтобы они долетали до другой стороны до другой стороны вот так вот тупость а может вообще у нас много маленьких планет и мы между путешествуем друг с другом тоже в этом короче парящие у нас эти самые меры и все заодно и все нельзя рассказывать и поэтому нельзя снимать а когда ты летишь на самолете тебе показывают ну картинки всякие в иллюминатор телевизоры маленькие они там сделают так оптически что у тебя как бы вот этот иллюминатор он уменьшает картинку а с вами маленький у нас стоит этот самый телевизор и ты видишь то что ты как будто бы летишь на самом деле ты никуда не летишь а может вообще тебе никогда не приходить я как-то раз чуть на улицу не упал я подумал что я стою на месте земля крутится я вот иду ногами и это я кручу землю вот это конечно странно ты знал что мы по сути находимся в тюрьме из кости типа мы это наш мозг у нас тонкие нервы идут до глаз там до тела да да я тоже об этом думал и все что мы чувствуем это производит наш мозг обрабатывая вот сигналы которые мы получаем а мы то это не мы ну да то есть мы по сути это вот мозг вот внутри вот этого вот черепа это вот такой вот а это лежит экзоскелет по сути большой да мы биороботы об этом идет разговор все что от нас есть настоящего это только мозг и все это может быть какие-то нейронные связи они на самом деле так работают как оба все говорят об этом вот как бы освободиться бы очень легко лидерство перешло к Чарльзу Джонсону он возглавлял общество до своей смерти в 2001 году без лидера оно развалилось критики общества плоской земли говорят что члены общества попросту отрицали любые доказательства конфликтующие с их мировоззрением не предлагая реальные альтернативные гипотезы интересно как вот их логика не разбивалась блять они просто игнорируют реально на то что можно вот так вот облететь по кругу и прилететь в то же самое место а ты летал? я? а ты летал? ты видел? филеосфок летал за 8 дней ты ж не можешь пролететь под скалами филеосфок не летал это все таки художественное произведение жильвер я читал с паспорту блять нет летал летал я знаю но вы можете купить гоупроху но только без фиша ебаного чтобы земля ваша плоская не скручивалась а вы видели реально круглую землю и этот аэростат и прям как можно выше подняться и гпс значок и просто отпустить она полетит поднимется в стратосферу запишет все это время будет записывать титаном с куколь за несколько часов вы найдете ее упавшую в поле и посмотрите это не так сложно и не так дорого ну да и кто-то попробовал ебать антон она плоская я видел черепаху у нее мордочка она на слонах стали слоны держали купол пиздец но если так было бы я думаю что рано или поздно устал бы атлант да да в 1970-х годах нас запустила два космических корабля под названиями викинг-1 и викинг-2 на марс оба сфотографировали поверхность марса и отправили снимки нас на одной из фотографий холм на поверхности красной планеты был похож на лицо автор теоретик заговора ричард хёбла сразу хуило подъезжали нарисовали все натурально то есть прям вот вот так у нас на марсе сейчас в данный момент выглядит вы чё охуели туда бы все сразу бы улетели проверять чё там за говно что под этой хуйней находится вообще такой может и гробница какая может там жить можно как в этом в чужом помнишь типа там были пещеры это уже ну последний там чужой завет всякие что то там можно было чувак синий ходил да это понятно там они сейчас ходят мне кажется эти жакеи но у них были пещеры где можно было дышать нормально вода была только еще были эти чужие то есть как бы могли тебя съесть ну а в целом норм он дальше и заявил что это не просто лицо на марсе это на самом деле лицо Хьюгланд предположил что инопланетная цивилизация колонизировала марс и лицо лишь подтверждает существование инопланетного в смысле мы большие люди или что или в смысле лицо нет он имеет ввиду что ну видимо это строение а лицо настоящее лицо да ну а мы пойдем дальше с Антоном и заявим что это лицо реального марсианина гигантского он один жил на марсе закопанную в землю и лицо его торчит может он слишком высоко встал и вышел за пределы голограммы нет почему не голограммы просто вот за стратосферу заглянул и задохнулся сразу и упал на хуй он такой высокий был он просто тут же воздуха нет он обратно упал начал отдышиваться и так и сдышал весь воздух на марсе блять теперь его там нет и сам он упал и вот получается что сам это рипнулся вот такие дела а знаешь как перемещался он последнее что вдыхал у него там допустим не знаю 2 миллиона вдохов было за всю жизнь и вот он последнее вдыхает полностью садится на курточке отталкивается и летит пока не въебется в пригодную для жизни планету и так он перепрыгивает с одной на другую вот он допрыгал блять до марса в свое время а вот еще чуть-чуть планеты дохимали блять прикольный чувак шуткий шуткий был но перепрыгивать с планеты на планету чтобы сдышать весь ее воздух ну жесть это звучит как комикс какой-то из мороз ну это мне кажется вообще типа как там звали блять Говард Лавгрейм ну не там нет другой был еще какой-то Галактус да Галактус вот он но только он как бы был более такой умный этот прям просто задышать просто хочу воздух ребят ничего страшного если я вас подышу все таки там представляешь правительство мировое такое ну мы посоветовались ничего страшного что если вы подышите я пахнул все задышал все полностью и просто я оттолкнусь ладно от Евразии просто бааа планета отлетает носок солнце какая-то мразь была зачем ему разрешили в секторе Цитония он сам дурак бесполезный человек изображение Цитонии показали что лицо было всего лишь проявлением эрозии почвы в ответ на это Хеогун заявил что оборудование используемое НАСА для последующих снимков не было таким точным, как то, чем снимали викинги. Кроме того, космическое агентство отредактировало снимки, сделав лицо на них менее похожим на лицо. Ну и зачем, блядь? Так это особенность же мозга нашего, то, что мы видим лица во всем. Нет. Да, это механизм определенный, который позволяет нам, типа, быстро лица выхватывать. Ну хорошо, даже если оно и так, то... Ну типа, почему всякие идиоты там в тостах видят лица, в обоснованных стенах видят лица? У нас так мозг работает. Ну слушай, ну ты видел же сам, что это реально лицо. Да, да, да. Но по сути-то ты понимаешь, что... Ну даже я не про заговоры говорю, просто если взять как-то и грязь вот так разворошить, сделать ее похожей на лицо, по факту это просто грязь в определенных формах. Но мы видим в это лицо. Но все равно, вот Марс, ну в теории, когда-то может быть и был пригодным для жизни. Ну почему тогда не допускать, что там... Ну вряд ли, конечно, были такие же существа, как мы. То есть с такими же лекциями, то есть с людьми. Может они все похерили и такие, ой, полетели на землю. И кто-то полетел, а те стоят, да, сдохните. И там был Милан Аск, и он такой, мы колонизируем землю, мы колонизируем землю. Все такие, ой, блядь, этот, конечно, харизматичный, но, блядь, такой дурак. Пусть колонизируют землю. Если хочешь лети. Если хочешь лети, они колонизировали землю. А эти потом таки... Потом земля добилась независимости, как бы государственно. Потом Марс похерил, мы в обезьян превратились, из обезьяна обратно. И сейчас вот опять все на Марс улетим, там, короче. Вот так мы будем сказать. Я, кстати, лечу на Марс, я вам не знаю, да. Билеты взял. Дорогий, дорогий. Ты так, нормально. Масонские у нас там по нашим каналам. Но Маск говорит же, что ему нужны там максимально разные... Я уже говорил, я очень хочу на Марс. Но он говорит, там инженеры нужны. Ашут и горох вынуждены. Дураки. Кто у вас развлекает на Марсе? Да, да, да. Вы что, дураки, блядь, по радио думаете, будете ждать, пока ролики загрузятся? Взять с собой обязательно веселых ребят и шлюх. А шлюхи как там, откуда возьмутся? Со временем? Со временем. Станут. Нарожают. Нарожают. В лесной Луну. Дедушкой всех теорий заговора можно назвать мистификацию посадки на Луну. Гречка говорил, вы что, ебнутые? Мы, типа, даже тогда могли проследить полностью полет их космического корабля. От и до. Типа, о да, от и до все проследить. А они специально импульсы посылали, чтобы вы думали, что они летят, вот и все, вот и наебали вас. Вокруг пальцам, били, блядь, дураков. Но, как бы, с одной стороны, может быть, да. То есть, это было бы выгодно, типа, не летать на Луну американцам, а просто, блядь, сказать, что вот мы, типа, слетали, а вы еще лохи, что ли? И тут же, блядь, вообще все силы свои, блядь, для ослабления экономики СССР, блядь, США предпринимают, ну, чтобы они тратили деньги свои, чтобы они вкладывались в Луну программу. А мы... А мы второй раз летали. А мы на Марс летали. Мы кучу раз летали. И СССР такие, на Марс летали, они такие, мы, мы, короче, инопланетные тарелки построили, СССР построили. Американцы такие, че-то мы, блядь, переборщили. Да, а в СССР все есть, эти просто... Что они слишком хорошие. Сряд придумывают. А там в СССР, знаешь, такие, блядь, мы отстаем быстрее, людей к стенке расстреливают. И там уже какие-то... Там уже воскрешают людей, а они все обратно... Я был 20 минут умершим, блядь. А американцы такие, мы умеем теперь пересаживать собакам головы от людей. Это неправда. Это мы делали уже. Это не правда, было. Это... Ты видел Колли? Видел, видел. Вы видели Колли? Колли грузчика в робота. Это... Ладно, хорошо, как хотите. Но проводились опыты, при которых собакам... Которые собаки жили после обезглавления? Это был такое. Ну, какое-то время, очень недолго, но жили все-таки, не понимали, че они хотят есть, пить. Они даже, ну, гавкать не могли, единственное, что легких не было. Не, я понимаю. Понимаете, понимаете, в чем дело, блядь? Это кто делал? Павлов. Павлов обезглавля. Да, там была у него... Не, не, Павлов, вы можете пищу наговаривали на хорошую чеку. Но я читал, в смысле, а видел, как бы, вырезки из, естественно, секретных досье. На РОН-ТВ, где они, конечно же, рассекретили и показали собаку, блядь, где она, робот. Не высаживаясь на Луну, считаю, что им не хватало техники, чтобы не собрать людей на Луну и обратно. Якобы НАСА совершило фальшивую посадку для того, чтобы люди поверили в то, что президент Джон Кеннеди сдержал обещание. А-а-а-а. Не садить человека на Луну до 1970-го года. То есть, человека не было. Ну, такое могло быть, да, типа, отправили херню, а человека нет. Ну, да. Во-первых, на видеопосадке на Луну не видно звезд в небе. НАСА аргументирует это тем, что поверхность Луны и костюмы астронавта сильно отражали свет. И камера ловила в первую очередь их, а не слабо блесущие звезды. Ну, да, можно было говорить, что угодно, никто же не проверит. Слетайте на Луну, сфотографируйте сами. Так, тэп ставьте. Как вы бидоры. Я думаю, тут вообще нет проблем, как бы, ты когда хочешь наебать целую страну, ты будешь брать фотки, ты такой, ну, я нормально. Нет, конечно, ты такой, почему звезд? В скафандре не отражайте. Нарисуйте звезды, переделывайте, блядь. Вы что, дураки? Это первое, что спрашивают. А все бы сказали, что, блядь, слишком уж как-то натурально наебаловым пахнет. Вообще нигде нет, типа, ни одного изъяна. Сделайте пару ошибок. Положите... Чтобы было больше разговоров. Положите тушенку на задний... На задний фон. Нарисуйте этого из Фрязева. И свидетеля, как он из кратера смотрит. Мемас. Ура, нарисуйте какую-нибудь хуйню, блядь, смешную. При воодружении американского флага в лунный грунт на полотне появляется волна. При отсутствии воздуха в пространстве это невозможно. НАСА утверждает, что астронавты провернули ось флага в момент действия. Поэтому он завернулся. Вращение оси заставило двигаться и флаг. По данным НАСА, есть масса доказательств того, что люди были на Луне. Фотографии, видео. Так и что, давайте просто поглядим, блядь, в телескоп, да посмотрим следы, блядь. Ровер должен остаться был. Нет разве? Да, наверное. Да вот вы скажите, значит возле какого кратера вы приземлились, просто Хаббл телескоп эти все. Давайте просто посмотрим, да и все, в дырку. А то там на миллионы лет смотрят, а на Луну... Пулковская обсерватория, дай тебе туда пройти, родной разок. Сколько денег? Пять тысяч рублей плачу. Все, пять тысяч на гав. И в Нью-Йорке такие газеты достают, Антон Власов из России. Да, да, просто один пошел. Наконец-то. Да, ребят, летали. Я видел и ровер, и флаг стоит, и этот самый, блядь. И чувак там один рукой может. Да, вот так вот до сих пор стоит. Прикинь, он умерший, даже не упадет. Это как в этом, в Симпсонах была серия, где Барт смотрел телескоп, увидел человека на Луне. И он очень испугался, и потом увидел этого человека в жизни, и как-то он его подставил, потому что боялся, что это какой-то мистический чувак, а потом оказалось, что это грязь на телескопе, и ему очень стыдно стало. Бля. И он забылся на нас, побывавших на поверхности спутника Земли. Образцы почвы и горных пород. Самые упорные теоретики заговора полагают, что все это подделка. А как считаете вы, является ли какая-то из данных теорий правдой? Вот и подошли к концу нашей теории заговора. Да, обязательно пишите в комментарии свои теории заговора, которые вам нравятся, о которых вы думаете, спать не можете. Вот насчет последней самой теории заговора, летали ли все-таки нет? Ну, блин, мне кажется, все-таки настолько же они свиньи охуевшие, что прямо наебать вообще весь мир. Да, долетали же, наверное, ну как так-то? Ну, типа, все-таки космос-то в какой-то степени, ну, освоен, по крайней мере, в нем можно выходить в открытый космос. Можно, ну, долететь, ебать, ну, как-то ж можно. Поэтому, блядь, хочется верить, что не настолько, блядь, прогнившие люди, которые прямо аж объебали и меня, и моих родителей, и весь мир, блядь, что они, типа, летали, нас не летали, просто запустили, как кассир в пустую, блядь. И СССР, где было куча шпионов, и до сих пор есть шпионы все друг за другом, и, в итоге, оказывается, летали. Я думаю, узнали бы все. Узнали бы все. Все бы скрылось давно. Поэтому мне кажется, что все-таки летали, друзья. Ну, а пока это неизвестно, а известно одно, что нужно переходить по ссылочкам на канал Юлика. Подписывайтесь, пожалуйста, там мы смотрим Джо-Джо у вас, ребята. И тиктоки. И тиктоки, конечно, Юлик, без них никуда. Никуда они не делись, успокойся. Тиктоки есть. Тиктоки тоже есть, друзья. И подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Бей в колокол! Вот. И следите за новыми роликами. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Пока.